Минувший воскресный день совпал с праздником, который в русской традиции получил именование Воскресения Славущего. В литургическом церковном уставе он называется праздником обновления Хрома Воскресения Христова в Иерусалиме, который был построен равноапостольным Константином Великим и матерью его, равноапостольной царицей Еленой, на месте крестной смерти Господа нашего Иисуса Христа. В день праздника в Монастыре Святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме состоялась Божественная Литургия, совершаемая по пасхальному чину. Подробнее о событии в сюжете Ольги Аверкиевой. Еще до революции появился обычай в этот день совершать пасхальную службу в сентябре. На дворе осень, а в храме Пасха. Священнослужители в красных оплачениях поются пасхальные песнопения и звучит радостное «Христос воскресе! Воистину воскресе!». Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Осенняя Пасха – так именуют в народе праздник обновления храма воскресения Христова в Иерусалиме. Полюбился он русскому народу прежде всего потому, что напоминает о воскресении Христовом, тогда как до следующей Пасхи еще далеко. А сам праздник имеет очень древнюю историю. Об этом вспоминали за богослужением. Мы помним из Евангелия о том, что когда Господь Иисус Христос вошел в Иерусалим, ученики показывали ему здание храма Иерусалимского и восхищались его красотой, его архитектурой, его размерами. И Господь сказал, настанет время, когда не останется здесь камня на камне. Все будет разрушено. Это время настало очень скоро. В 70-м году римские войска вошли в Иерусалим и уничтожили город до основания, а народ израильский, потеряв свою землю, рассеялся по всему лицу земли. И лишь в IV веке император Константин захотел воссоздать Иерусалим. С этим временем и связано обновление храма в честь воскресения Христова на Голгофе. Но этот праздник не только воспоминаний исторического события, он имеет и духовный смысл и напоминает нам о том духовном обновлении, которому призывает нас Господь Иисус Христос. Не каждый из нас может позволить себе съездить в Иерусалим и поклониться его святыням. Но, как писал в том же IV веке святитель Григорий Низкий, для того, чтобы соединиться с Богом, совершенно необязательно ехать в Иерусалим. Можно жить так, что в твое сердце будет Иерусалим, Голгофа, воскресение Христова, и сам ты будешь храмом Божиим. К этому и призывает нас Господь в этот праздник. Что для этого нужно? Помнить о Боге, о Его крестных страданиях и смерти, которые Он понес за наши грехи. Приходя в храм на богослужение, человек, причащаясь, соединяется со Христом, духовно обновляется и становится храмом Божиим, подобно многим святым, угодившим Господу.